Мы сейчас возвращаемся в порт Константин. Выяснилось, что заявка неправильная. И что там за дым? Я наконец-таки поняла, зачем здесь вот эти кранцы держателем. Либо как-то развернуться с риском сесть на миль. Урвало фланг. Видите, у него уже почти зажил фингал. Ой, господи. Снова утро и снова дождь. Проснулись, а ремели рядом нет. Видимо, они рано стартанули с самого утра, чтобы пройти Питер. И мы сегодня рассчитываем уйти. Дождь, если честно, уже в печенках сидит. Это при всём при том, что я очень люблю дождь и очень люблю яхтинку в дождь. Но всего, видимо, нужно в меру. Наше утро сегодня начинается с отправки заявки по электронной почте в администрацию Волгобалтийского канала на то, чтобы сегодня нас с Лоцманом провели через Питер. Вчера мы после ремонта двигателя позвонили. И нас отправили в интернет. Сказали, пишите заявку до 10 часов. Вот пишем. Доброе утро. Я заявочку подал на Лоцманскую проводку в ночь под мостами Питера. Там она правильно оформлена, всё нормально. От яхты, ё-моё. Отправил 8-50 где-то так. Выяснил, что заявка неправильная. Меня направили на документ, который нужно заполнить для того, чтобы эта заявка подать корректно. Вот, сейчас заполню документ и отправлю к ним. Ну, хоть кто-то будет поддерживать форму на яхте. Вау! Олег, вот упадёшь на стол, спинку Бобо будет. Да не надо кошку щёткой. Олег. В другую сторону. В другую сторону. Мне не нравится. Сегодня мы отходим. Витя готовит яхту, как плытью. А мы с Белой отправились в магазин. Если что, там будет стол. Дождь опять рьёт, как и Лил. И вот, вон он, наше такси уже. Майдём, докупим продуктов. И вперёд. Это вход в музей маячной службы. Здесь разные майки. Очень интересное место. Вообще, мы имели неосторожность, так сказать, сломаться. Не в самом плохом месте. В историческом. Интересно, вот эти вот ветряки. Интересно, куда-то данные передают, или просто для красавицы. Ливень льёт. По-прежнему. Вон там продукты выложены. Я жду, когда придёт Витя. Помочь мне их дотащить. Вообще, к дождю постепенно привыкаешь. Я, если честно, до сих пор нахожусь в приподнятом настроении. Меня очень порадовала мысль, что двигатель не сломался. Это мы лоханулись. Это значит, что с ним всё хорошо, что у нас не должно быть проблем в дальнейшем. Ну, по крайней мере, на время этого перехода до Москвы. Вот. Это меня очень радует. Очень обнадёживает. Будем надеяться, что таких оплошностей мы допускать не будем. Но с этим топливным рычагом, который я подняла, и вот если сейчас он не был у меня, даже мысли его упустить, я была уверена, что он автоматически сам опустится. Произошёл казус. Вот такой вот казус. Ну, будет нам уроком. Всем, всем огромное спасибо, хочется сказать. Потому что такое ощущение, что мы подняли на уши весь Инстаграм, весь Интернет с этим вопросом. Многие открыты, то есть очень многие. Даже, наверное, не перечислил в посте, потому что у меня директором ломился и от советов, и от контактов. Большое всем спасибо, ребят, всем до одного. Огромное спасибо. Вот уже, видите, наконец-таки подходит. На самом деле, продуктов мы выпили не так много. В основном яйца, вот, в чипси. Остальные запасы у нас в порядке. И вот, думаю, тратим активно. Видите, у него уже почти зажил фингал. Это во время первого нашего перехода. Видите, ударила индикаш-кодом. Ну что, пошли? Ну вот. Стоим, разглядываем соседнюю яхту. Гадаем, что за модель. Неплохая модель, очень у нее все продуманно сделано для таких обводов. Красивая. Ну, потрепанная, конечно. Жизнь, неуповидавшая жизнь. Все, замерзли, пойдем залазить, греться. Лождь идет, косой, противный. Ну, все, а скоро пойдем же. Ветер поднялся, раздувает очень прилично. Мы готовимся к отплытию. Сейчас пообедаем и пойдем. Думаем, как отходить отсюда. Вон там вот, в вилководье. А задом в нашей яхте идти сложновато. Вот думаем. Либо как-то развернуться, с риском сесть на мель. Либо все-таки пробовать задом. Но при таком ветре нас на мель может еще и снести. Пытаемся играть в лего. Разместить все пачки. Ну, тут не было, вот эти цели разместили. Уверен, что вы так купили? А? Уверен, что вы так купили? Нет, это та, которая у нас была начатая последняя. Ну, ладно. Давай я одну сюда засуну. Целы туда, а значит. Давай. У нас сегодня вся каюта завешена мокрыми непромами. Здесь сушатся штаны, здесь мокрые кофты. Кошка, джава, папки. Там еще один мокрый штаны. Омешка спит. Здесь еще, видите, в супругах сидит. Я стою готовлю обед. Пока что на электроплитке. Сейчас мы отойдем и электричества не будет еще несколько дней. То есть я не знаю, сколько будем готовить на нашей спиртовой плите. Капитан, пользуясь случаем, заполняет судовой журнал. И зевает, и зевает зря. У нас сегодня ночной проход через Питер. Так что спать ему придется еще не скоро. Завтра. Субтитры добавил DimaTorzok Спасибо. Продолжение следует... 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 Здесь глубина 2-3 метра. Еще не дошли до Невары. Еще не дошли. Ну, мы в его сторону идем. Есть обычный фарватер для всех судов. И есть для мелководных фарватеров. Он более узкий. Более мелкий. Будем надеяться, что из-за волны, прилива, отлива, меньше двух метров нигде не будет. Будет. Ну, такие военные корабли здесь стоят, красивые. Не тараним, не тараним. Ой, господи. Берете, берете, пожалуйста. Один берете, пожалуйста. Сейчас. Спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нам пришлось поднять быстрее, хотя бы так здесь, чтобы вас не крутило. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какой-то запах. Вон там зеленый путь. Дело в том, что мы пошли по мелководному узкому фарматору. И для шага вправо, шаг влево неизвестно что. На фарматоре глубина порядка двух метров. У нас осадка один и два. Такого, конечно, никто не ожидал. Витя побежал разбирать мотор. Господи, очень стремный путь. Дым, дым. Что там? Витя забрал лестницу, так как мотор под лестницей. Витя, что там? Отдай ему автопилот. В положение, чтобы он не падал. Витя, что там за дым? Я не знаю, как видите, что там за дым? Смотрите. Смотри, там совсем что-то за дым. Возвращение. Возвращение. Ух, блин, вот это приключение. Мимо каких красивых мест проплываем с такими приключениями. Витя разбирает пол. Прямо у нас под ногами. В такой позе приходится. Это лечится как-то. Надеюсь, остынет и заведется. Надеюсь, что еще смертельно мы с ними за это не сделали. Ой, дай бог, я начинаю ненавидеть Питер. То одно, то другое. Субтитры делал DimaTorzok Если не подсинемся, то лоцманская проводка у нас накроется. Что? Не подсинемся? Да. Конечно. Длинные выходные в Питере проводят. Что? Пусть не дымит. Хорошо. Хорошо. Так, было сообщено, что больше не дымит. Вот они вот поют. Здесь вообще дыма нет. Оно все через каюту выветрилось? Оно все через каюту вылетрилось. лопнул что делать у нас есть перед тем как заплыл двигатель у меня сел села батарейка на телефоне на котором все это веоне заряжается сейчас не могу до него дотянуться витя пытается поменять шланг охлаждения идем по вены волна конечно неприятная и так осень смотри Мне надо тебя потревожить. Я не вижу следующую вешку. Мне надо понять куда идти. Глянь свой навигатор может быть. Держись только. Вот смотри, сейчас ты держишь правильный курс. Сейчас правильный? Да. Ладно, хорошо. Красная, красная, заливит, да. Ай, блин. Вон далеко-далеко, а что-то красная? Да, далеко-далеко красная. Ты уверен, что это? Ну хорошо, ведь я поняла. Я поняла, я буду забежать просто по этому, по компасу. Видите, доливает антиприз, который естественно вывелся. Да, наше происшествие становится все загадочнее и интереснее и непредсказуемее. Дети напряженно сидят в каюте. Дайте мне воды. Бутылку воды питьевой маленькую дай мне. Там газировка осталась, ведь. Там газировка? Нет ли питьеву обычного? Надо смотреть, ведь там в основном газировка, питьеву, по-моему, допили. Там газировная или обычная? Обычная, давай. Ты проверь, что она обычная. Ты проверь, что она обычная. Там газировка? Там где-то? Старалась, я ее держу. И я старалась. Я старалась. Хорошо. Не будет, Андель, прогреваться? Продолжение следует... Тебе для фото? Видео, видео. Ну вот, прорвало шланг, видимо, когда вы выключили... Видимо, когда вы выключили помпу охладителя, который не работает без электричества. Случайно включится это дело. Да. Шланг перегрелся и лопнул в этом месте, где касался нагреваемой поверхности. Мы что, складываемся? Да, справим. Конечно, с дырой под ногами в купите управлять яхтой. Ай, блин, подожди ведь сейчас. Все, подожди, пожалуйста, Олег, я закончу здесь и займусь тобой. Подожди, пожалуйста, я сейчас занят. Я сейчас занят. Ай, сейчас... Ай. 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 можно ногой встать на него уже ногой можно на него уже встать да оставайтесь с нами дальше будет веселей куда еще